...ударная, украинская, вот там на границе Белоруссии. И они очень нервничают с этой связи Лукашенко и вся его, это тоже банда. Но дело здесь в другом. То есть, ну, ситуация для Путина плохая. И это их Набиулина говорит, что инфляцию надо сделать 4%. А как ее сделать? Говорит, рубля столько напечатали, что, говорит, хоть удавись. Можно им то ли это обклеивать. Даже юанев китайских не хватает для этого, чтобы уравновесить. Поэтому, говорит, будем поднимать опять ставку этого самого первичной цены денег. Минимум до 20 в ближайшее время, в сентябре. Ну, она правильно делает, потому что другого же выхода нет. Но ее не поддерживают в этом плане, но придется поднимать. А у них сегодня уже официально почти 10% годовая инфляция, если брать сентябрь к прошлому сентябрю. Да, я думаю, больше, даже 11%. Это потребительная, есть же промышленная, оптовая. Поэтому, вот давайте с позиции Путина будем смотреть. То есть, для Российской Федерации продолжать войну в том ключе с Украиной, как сейчас, это, ну, я прямо скажу, смерти подобно. Вот как специалист по стратегическому управлению, по революционным процессам, революциям, много-много всего, всего-всего-всего, то, что вот эта линия на продолжение этой спецмясорубки, по сути, это не спецоперация, она ведет к Россию к деградации. И Российская Федерация не имеет большого ресурса временного, я считаю, чтобы такую войну тяжелую с Украиной вести. Ну, вот, исходя из этого, тогда, как бы, ну, там, я же думаю, у них есть вокруг Путина, кто обладает способностью к мыслительным процессам, да? Ну, и кто понимает чуть-чуть, что такое стратегическое управление. Итак, что, уже ж не раз это говорили, и Боррель тот же говорил, и другие, что если Украине не будет поступать оружие хотя бы, ну, так, в среднем, говорим, три недели, Боррель меньше сказал, то Украина не сможет вести не то же наступательных действий, даже оборонительных. То есть, ключевой вопрос – это поступление оружия для Украины со стороны западных ее, как их назвать-то, феодалов, сюзеренов, да, сюзеренов. Потому что Украина находится полностью сейчас под внешним управлением, то есть, она не является субъектом международных отношений, она обыкновенный объект, это, по сути, вассал. Это, ну, практически, это не колония, это доминион такой. Формально, вроде как, обладает институциями независимости, но государство, ну, фейл-стейт, состояние энтропийное, неспособное, транзитное, неспособное уже к самостоятельному функционированию. По данным ЦРУ, Украина занимает в мире первое место по смертности, то я вам объяснял, что так будет в 2024 году, и последнее место по рождаемости, с чем мы всех и поздравляем. Но никто не говорит даже ничего уже, все молчат, как будто так и надо. То есть, фактически, Украина уже превращена в какой-то, как бы, немой доминион-анклав, в котором внутреннего сопротивления диктатуре этому Сатрапу, это Сатрап, конечно, Зеленский, поставленный государством моря, Талас-Сократами, уже пока нет. Пока не изменится внешняя геополитическая среда. Вот, исходя из-за этого, да, используя принципы и правила, и аксиомы стратегического управления, предположим, вот что должен, СОТ-анализ берем, там еще, там, ПЭСТ-анализ и так далее, Матрицу Портера можем взять, еще там несколько моделей. Что надо делать? И Путин, собственно, и его бригада начала это делать. То есть, что они заявили? Они заявили, что если США и Великобритания, это Боже, Британия, Таман и Альбион, Юнайтен Кихтон, Объединенное Королевство, их так называют, дает право Зеленскому нанести удары по вот этому списку целей, которые он дал Байдену, Шадоу и даже Атамсам и Скальпелям, то, соответственно, Путин говорит им, мы тогда нанесем по ним удар, это уже будет война НАТО. Ну, это он так, как бы, позиционирует. Можно же по-другому поставить вопрос, правда? Смотрите, то есть, что обеспечивает Путин? Вот с точки зрения, берем Путина, не Украины, не Западного мира, а Путина, Российской Федерации, у него там поддержка больше 80%, что Украина используется для уничтожения РФ, правильно? Ну, они так говорят. Нацисты здесь и так далее. Эту точку зрения поддерживает, вот, например, сейчас Китай заявил, что его план уже и бразильско-юаровский, и индонезийский поддерживает 110 государств. на минуточку. А их всего 163 или сколько? А там очень просто. Прекращение огня, и начало переговоров, и отмена военного положения, и так далее. То есть, там все так, совсем не по тому, как у Зеленского сделано. Шольц тоже выступает за начало переговоров с Путиным, контакты. Макрон вообще куда-то пропал, забился полностью в дырку, что его и не слышно. То есть, реально, две страны сегодня в мире стоят на таких ястребиных позициях. Это Британия и США. И, если вы посмотрите, то главный вопрос, это вот эта ракета Шторм Шадоу. Шторм Тени там, или как она переводится. Да, она бьет на 560 километров. Это мощнейшая штука. И они были проверены и в Ливии, и в других местах. Оказали, показали очень хорошие результаты. Да и в Украине тоже штаб Севастопольского флота был этой ракетой поражен. Ну, и многое другое. То есть, уже эта ракета била по инфраструктуре, вооруженным силам Российской Федерации. Да, била? Ее поставляют, то есть, рассуждаем, как Путин, как Российская Федерация. Потому что не надо мне потом приписывать, что я, блин, на стороне Путина и так далее. Мы сейчас с вами рассуждаем в рамках стратегического управления. Берем примитивный, простой, ну, не примитивный, но хороший, простой, достаточно модель. Сфот-анализ. Сила, слабость. Что там дальше у нас? Возможности, угрозы. Это анализ внутреннего средовища и зовнішнего средовища. И мидл-середовища, взаимодействия внутреннего и внешнего. Так вот, оттуда давайте, с той стороны, вражеской мысли. И так, Путин понимает, что фактически его ситуация не улучшается. И страны, и экономики, и бизнесов, и, ну, всех-всех показателей. Они все идут в минус. Все политэкономические, финансовые, демографические, социальные, культурные, все, все показатели в Российской Федерации идут в минус. То есть Российская Федерация не становится сильнее в результате мясорубки с Украиной. Она становится слабее. Стратически слабее. Тогда возникает вопрос, а как изменить ситуацию? Как бы Путин уже заявил, что будем бить по этим странам. Ну, и тогда, как бы, в общем-то, в рамках исторического управления, то есть как уничтожить, вот сила слабость, сила в чем в Российской Федерации? Они имеют ракеты. Не надо ядерные, просто ракеты. Кинжал, там, там, что там еще у них есть, этот самый, Сармат там есть, ну, еще всякое, 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 правильно? Вот. И они имеют возможность этими ракетами, у них есть наземное базирование, у них есть воздушное базирование, ударить куда? По производителю этих ракет. То есть, есть компания, да, есть корпорация, которая производит эти ракеты. Называется она вот так, MBDA. Ну, тут куча всяких этих есть, как они называются, сайтов, там, например, карьерная сфера, потом там есть у них жизнь в этой MBDA, ранняя карьера, ареалы карьеры, наши истории, работа в компании, return inapplicated, то есть, все, все есть. И, естественно, вот написано, что мы всегда имеем, создаем, смотрим на то, чтобы для амбициозных и таких индивидуумов, которые стремятся быть неповторимыми, ну, в общем, всякая тут такая штуковина, всякая написана, да, по карьере, по другим вопросам. Написано, где офисы у них, в Британии, в Италии, в Испании, во Франции, то есть, есть, ну, и в Америке даже есть. А где производство, заводы, все известно, все в интернете можно найти. Фамилии этих управленцев по маркетингу, по вооружению, по карьере, по исполнительной идее, все есть в интернете, смотрите, там все выставлено. Ну, и что тогда дальше? Тогда, говорится, поскольку вы, а решение не принято, то есть, в самом деле, и Байден, ну, Байден, потому что этот, как бы, стример этот, или как там его, этот Кир Стармер, он готов. Его уже эти, там, и заложные, другие уговорили, и он очень хочет, так сказать, стать таким военачальником, главнокомандующим. Поэтому он готов дать разрешение, кстати, и Финляндия, и Швеция тоже дали разрешение бить своим оружием, и Дания дала разрешение по Российской Федерации. То есть, они уже все дали разрешение. Ну, принципиально, это, конечно, вот эта ракета, скальпель, и это самое, шторм-шадоу. хорошо. Могут ли Путин нанести удар помощностям данной компании, вот этой, которая их выпускает? В Британии заводы, во Франции это скальпель, в Италии, там, другие, в Германии они есть, в Польше, кстати, тоже есть какое-то представительство, или офис, или еще что-то. То есть, может ли Путин ударить своими ракетами по данному, по данной корпорации? В рамках, как говорил Стармар, международного права может, потому что его территория подверглась удару этим оружием, которое, Путин сказал, управляется, направляется и посылается через системы западных стран, в том числе Британии, прежде всего. Таким образом, у Путина есть все предпосылки нанести удар по производствам офисам данной корпорации, ну, пока в Британии. если удар будет удачным и будет выведено из строя несколько производств этой компании. Там, кстати, на этих производствах был даже этот, как он, Шепс, или как прежний этот директор компании. Сейчас я попробую вам что он там был и так сказать, там он серьезнейшим образом очень. Да, вот тут есть история этой компании. Все есть. Все в интернете, на английском языке все стоит, в угол все переводит. Вообще не проблема. и тогда как бы получается, что нет никаких скажем так запретов, чтобы нанести этот удар. Или как вы думаете? Правильно я понимаю? Более того, есть там даже видео в Иксе у Маска, как он на заводе находится, этот бывший министр обороны у Сунака в правительстве Шепс, или как там его, на этом заводе. Поэтому в принципе все для этого готово. Теперь давайте вот примут, например, нерешение и если наносить удар Путину это надо сделать 14-е до 23-го числа, у него неделя есть. Почему? Потому что принято решение этим Стармером, ну и главное Байденом, чтобы обсудить данную проблематику со своими коллегами Италии, Испанией, Германией, Францией по поводу бить или не бить, встретиться во время вот этой генеральной ассамблеи, 79-й сессии генеральной ассамблеи. И там уже Зеленский приедет, привезет с собой людей, и там обсудить вот как будет Зеленский бить этими ракетами, при каких условиях и куда и по каким целям по Российской Федерации. Потому что решение как бы можно сказать так, и хочется, и колется, и Путин не дает. Поэтому у Путина есть неделя для того, чтобы нанести удар по предприятиям этой компании. Если удар получится, хороший, да, то тогда что будет? В Британии туманом Альбионе будет паника, потому что это страна сиборитов, страна разложившаяся, с элементами очень такого уже, ну, прямо скажем, как бы, ну, как говорили, что империалист загнивает, но хорошо пахнет. То есть уровень загнивания в Британии очень высокий. Очень высокий, это не надо там даже далеко смотреть, достаточно ночную жизнь Лондона, Манчестера или Вильпуля посмотреть. То есть это вакханалия, абсолютная вакханалия. И такой удар ракет российских по этим предприятиям, он введет Британию в состояние ступора, шока. Они смогут Путину ответить нет? А как они будут отвечать? На основании чего? Страны глобального юга будут довольны, что так вжучил Путин туман и очень будут довольны. Более того, это Путин скажет, а следующую ударю Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию. Хватит выпендриваться, хватит туда к Зеленскому ездить. Если это он ударит до 22 числа, то тогда в Брандебурге победят точно только альтернатива для Германии и Сара Вагенкнехт. Светофор будет полностью уничтожен. Плюс, конечно, это поднимет ставки и шансы всех пропутинских сил в мире, в том числе во Франции. Это удар по Макрону сильнейший будет. Ну, теперь выходит таким образом. Будет это в рамках моделирования это все, я вам просто рассказываю разные сценарии в рамках моделирования стратегической науки стратегического управления, используя разные ее инструменты. Теперь давайте посмотрим, сможет ли Путин и его Шобла сделать такое движение, реализовать данный проект, или не сможет. Это, конечно, колоссальный удар будет по корпорации консорциуму Зеленского, 100%, потому что тогда он теряет союзников или наоборот усиливаются все противники.